Привет, друзья! Компания Mercedes еще в 2020 году представила новый S-класс, который в свое время навел немало шороху и заставил конкурентов знатно понервничать. Новинка действительно получилась интересной и по многим аспектам на голову выше своих прямых конкурентов. Но на дворе уже 2022 год. Народ насытился стандартными версиями и ждет с большим нетерпением флагманскую версию S63 AMG. У меня для вас хорошие новости. Чем ближе к премьере, тем больше известно о грядущей новинке. А учитывая, что новенький S63 добрался до Нюрбургринга и активно проходит там тесты, о чем свидетельствует свежее видео, можно с полной уверенностью говорить, что премьера состоится уже в конце этого года. Да и скрывать уже по сути нечего. Компания практически полностью раскрыла внешний вид автомобиля, ключевой особенностью которого является большая решетка панамерикано. Это фишка всех AMG моделей. Снизу ее подпирает массивный бампер с огромными воздуховодами. Есть традиционные расширители колесных арок, ну и конечно же четырехствольная выпускная система. Это тоже отличительный знак всех AMG моделей. Но не это нас интересует. Намного более важным аспектом для такой модели являются силовые показатели. Еще в прошлом году немцы представили заряженный Mercedes GT63 E-Performance с новой гибридной силовой установкой. И именно она будет использоваться в новеньком S63 E-Performance. Это четырехлитровый V8 с двойным турбонаддувом, работающий в паре с электромотором, у которого есть свой отдельный двухступенчатый редуктор. Девятиступенчатый автомат тоже никуда не делся. Как и полный привод, с полноуправляемым шасси. Есть правда одно но. По последней информации, силовую установку сильно порежут в мощности. Так как на GT63 немцы сняли 843 силы, а премиальному седану такая мощность ни к чему. Да и это лишняя конкуренция с электрическим Mercedes EQS. Поэтому новый S63 E-Performance получит мощность в 700 сил. Что согласитесь, тоже очень и очень недурно. С таким потенциалом, по последним данным, премиальный седан сможет набирать первую сотню менее чем за 3,6 секунды. И это очень и очень серьезные показатели. Как я сказал ранее, новинку покажут уже в этом году. И произойдет это событие во второй половине года. Друзья, перед тем, как мы продолжим, я хотел бы вам напомнить о моем втором музыкальном канале, на котором я публикую свою авторскую музыку. Ссылка на него доступна в описании к видео. А также не стесняйтесь и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Volkswagen дал зеленый свет Porsche и Audi на участие в Formula 1. Напомню, что интригующая новость появилась еще в начале года. И многие эксперты скептически относились к такому событию. Но тем не менее, Volkswagen все-таки решились на этот шаг. Решения должны были официально опубликовать 4 марта. Но в связи с полномасштабным военным вторжением России в Украину, в связи с чем Volkswagen приостановил все поставки в Россию и ищет механизмы, чтобы полностью покинуть рынок, немцы решили отложить это решение до лучших времен. Тем не менее, источники внутри компании подтверждают информацию, что Volkswagen дал добро и Audi и Porsche на участие в королевских гонках. В связи с этим Audi уже проводит переговоры с McLaren и ее гоночным подразделением и предлагает британцам 500 миллионов евро. Правда, пока не ясно за что. Эти подробности пока не раскрываются. А вот Porsche станет официальным поставщиком двигателей для команды Red Bull. В обоих случаях компании примут участие в гонке не раньше, чем в 2026 году. К тому времени регламент гонок сильно поменяется, и все болиды перейдут на синтетическое топливо, которое сейчас активно продвигает Porsche. Так что такая стратегия прекрасно дополняет общие планы немецкого концерна. И судя по всему, Mercedes скоро станет очень тесно. Так что впереди нас ждет очень много интересного и захватывающего. Subaru не будет больше выпускать топовую версию WRX STI. Это значит, что нынешнее поколение заряженного седана не получит топовую модификацию и будет предлагаться исключительно в одном исполнении. О своем решении японский производитель заявил официально и объяснил его тем, что все идет по пути электрификации. И в данный момент компании нужно сосредоточиться в этом направлении. А так как на это нужны большие деньги, Subaru пытается оптимизировать расходы путем сокращения модельного ряда и отказа от нишевых моделей, которые не приносили значительного дохода. Таковой является WRX STI, о которой можно забыть на неопределенное время. Тем не менее, в компании не исключают шанс, что когда будет подходящее время, модель могут вернуть к жизни в виде электромобиля. Правда не ясно, как на это все отреагируют фанаты бренда, для которых это знаковая модель. Что ж друзья, а у меня на сегодня все, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики, а также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи, пока!